привет меня зовут николай и один из создателей проекта читай быстро в рамках которого мы стараемся понять что же такое быстро и осознанное чтение иногда мне в руки попадаются книги которые оставляют неизгладимый след и мыслями из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей то есть со всеми вами так и родился этот формат 10 фактов три задачи из интересной книги сегодня нас в гостях трэвис мэйси с книгой ультрамышление психология сверх нагрузок давненько у нас не было спортсменов были тренеры и коучи self made специалисты они к нам попадают регулярно и систематически а вот людей связанных с большим и профессиональным спортом не было наверное со времен фила найта что ли и его книги продавец обуви да и то это больше история про победы по другую линию спортивного фронта трэвис мэйси он ультрамарафонец это такие ребята которые превозмогают себя оставят амбициозные спортивные цели добиваются их и вообще строго говоря ультра марафоном считается любая дистанция которая больше чем стандартный марафон больше чем 42 километра 195 метров но где вы видели ультрамышление на 42 километрах и 200 метрах например это не амбициозный не будоражит дух поэтому бегают эти ребята по 70 по 100 и по 100 с копейками километров трэвис таких забегов завершил успешно более 120 штук в 17 разных странах что видимо дает ему полное право рассуждать о ультрамышлении и о влиянии этого самого ультрамышления на нашу и вашу жизнь была бы особая эстетика конечно в том чтобы обсудить это все попивая бокал хорошего французского которая прямо сейчас мирно покоится в холодильнике поскольку с каждой хорошей книги если вы слушаете подкаст не в первый раз я открываю бутылочку хорошего вина вот должны это знать но я внял совет у трэвиса встал в 4 утра об этом чуть позже и записываю этот подкаст а пить в такое время это даже хуже чем поговорка про шампанское по утрам и аристократов так что у меня просто вода с лимоном а у вас непреодолимое желание перекрасить красный прямоугольник прямо под этим видео с надписью подписаться в серый путем его нажатия а потом колокольчик и коммент что вы думаете просить ультрамарафон и про вот эти ультрамышления айда бегать с понедельника или или может пока еще подождем вся книга в одном предложении ультрамышление как правило отличается от вашего привычного и ставит себе за основную цель вырвать вас из комфортной среды для вот тех самых превозмоганий свершений и достижения выдающихся результатов чтобы это произошло мышлению нужно чуть-чуть помочь настроив его на правильную волну с помощью некоторых уловок что это за уловки вот давайте как обычно за 600 секунд формате 10 фактов и трех задач полезные установки установками вообще и психологи тревис называет внутренние правила на которые вы опираетесь и действуете после этого определенным образом эти установки они могут быть как негативные так и позитивные формируются сознательно и в процессе повторения входят в привычку то есть сначала у вас есть установка потом из нее формируется привычка по мнению тревиса как раз недостаточно быть умным и технически подкованным для достижения цели необходимо сформировать определенный образ мышления который поможет вам преодолеть все препятствия на пути установки могут считаться полезными если они приближают вас конечной цели это очень субъективная такая штука то есть для кого то это установка может быть бесполезная для вас она полезна если она приближает вас конечной цели поэтому в противовес тревису скажу что за пропагандой всех вот этих вот встань иди утройся за два месяца мы забываем что может не всем это и нужно кто-то просто любит возиться в саду и смотреть как распускаются пионы ничего зазорного в этом нет и поэтому лучший ответ на вопрос какие установки нужны вам именно сейчас это просто попробовать с этим согласен и тревис в своем втором факте из книги он предлагает совершать пробы не опасаясь возможных ошибок потому что установка я только попробую она помогает вам сфокусироваться на вторичных выгодах убрать вот эту вот волнение перед перед возможным провалом с помощью такого убеждения можно расширить ваше представление о собственных возможностях потому что вам принять решение становится психологически легче когда вы не возлагаете больших надежд на результат а воспринимаете действия как некий эксперимент над собой или над ситуацией при этом не попадите только в ловушку которая из-за формулировки я просто попробую и дескать не очень хотелось и не очень при этом стараюсь а вот эта уловка будет стараться переключить ваше внимание при любой некомфортной ситуации когда что-то не получается или когда вам плохо ну в общем то не получилось да и ладно и для того чтобы быстро не сворачивать с пути проб найдите себе достойный пример для подражания третий факт если человек желает усовершенствовать навыки в какой-то сфере ему необходим хороший пример по мнению тревиса один из самых эффективных способов перенять опыт это совместная деятельность вы можете устроиться в качестве ученика к тому чье мнение для вас важно чьи навыки опыт вы хотели бы перенять или же если ваша самооценка не позволяет вам быть в роли подмастерья то наймите себе персонального тренера еще можете искать профессиональные сообщества или не стесняться задавать вопросы там людям в linkedin или фейсбуке трэвис об этом не очень упоминает это я вам из собственного опыта говорю и все еще потому что трэвис подтверждает это четвертым фактом социальная поддержка важно для достижения каких-то экстраординарных результатов кроме самого тренера у вас должно быть правильное окружение я не знаю в каком количестве книг мне кажется в в одном миллионе двухсот пятидесяти тысячах четырех 162 книг об этом говорится про то что вы средне арифметической пяти шести десяти человек которые вас окружают поэтому социальная поддержка важно поэтому формируйте команду единомышленников и которые будут вас поддерживать это могут быть члены семьи это могут быть друзья с общими интересами или какие-то профессиональные сообщества которые сейчас тоже очень сильно развиваются и в которых вы во первых можете поговорить на заданную тему больше 10 минут с человеком и и он как ваша мама не отвернется на сериал а будет поддерживать эту беседу потому что ему это тоже интересно и конечно же там можно почерпнуть новый опыт и в общем то новые полезные знакомства это важно потому что вам нужен поиск мотивации при этом троис говорит что утверждение людей которые говорят об отсутствии мотивации она ложная мотивация есть всегда и у всех просто вы не чувствуете ее в тот момент когда занимаетесь делом которое не ведет вас к достижению цели которая вам не нравится и которая вы в общем то делаете потому что так надо или из-под палки еще трэвис говорит что мотивация может снижаться вследствие усталости поэтому нужно правильно отдыхать перезаряжаться и в общем то как раз советует искать новые мотивационные факторы внешние и внутренние первые внешние факторы касаются социального восприятия вторые повышение самооценки в общем ищите то что вас драйвит как там в этой поговорке про то что найдите любимое дело и ни единого дня вам больше не придется работать так вот найдите мотивацию и вы все время будете изо всех сил бежать вот к той самой вершине как маленький этот человечек на фотографии при этом помните что не стыдно попросить помощи я бы тут поставил два восклицательных знака подчеркнул красным часто очень гипертрофированная самоуверенность играет с нами злую шутку превращая вот это наше чувство собственной важности в манию величия или в ожидании насмешки постоянно не нужно воспринимайте действительность адекватно людям вообще особенно вот сейчас когда это стало модным не зазорно помогать вам и помните что адекватное восприятие себя и действительности и себя в этих обстоятельствах действительности она подразумевает первое реалистичную оценку приложенных усилий то что вы делаете второе знание предела собственных возможностей никаких иллюзий по поводу того что вы за один день можете создать развить и продать бизнес за шестизначную цифру и третье это сопоставление полученных и планируемых результатов и вот как раз на третьем пункте чаще всего люди замыкаются в момент когда успехи оставляют желать лучшего и вот это вот сопоставление полученных и планируемых результатов чего-то не бьется совсем и не сходится не стыдно обращаться в этот момент за помощью к авторитетным людям и тревис акцентирует внимание на том что просить помощь нужно активно проявляя заинтересованность они пассивно принимая советы из дескать я больной вы меня лечите я тут вот еще раз скажу что поставлю три восклицательных знака очень много в моей лично жизни ситуации было когда сегодняшняя неразрешимая очень сложная прям системная проблема решалась одним разговором с человеком который профессионально этим занимается и который на этом собаку сил и если вы боитесь что этот человек не будет вам помогать просто так если вы ему напишите в условном фейсбуке или linkedin не то предлагайте сразу денег говорите что вам нужна консультация и пусть вам человек поможет в общем по если вы переживаете что вам стыдно просить помощи просите помощи за деньги деавтоматизация когда вы изменяете условия для того чтобы достигнуть вот этих вот ультра свершений вам нельзя поступать как обычно и поэтому ранее какие-то наработанные привычки они перестают действовать и условно когда вы рутинно делаете одно и то же вас теряется конечная цель вы теряете в общем-то должный уровень мотивации иногда забывайте зачем вы это делаете поэтому тревис рекомендует наблюдать за собой со стороны задаваться вопросом с какой целью это я это я это делаю это нужно делать регулярно и это отличный способ возрождения той самой мотивации и лучше всего это знаете когда делать это лучше всего делать прям как только когда вы проснулись вот тревис говорит что его отец учил просыпаться в 4 утра и выходить на тренировку чтобы там ни было и у него со временем выработалась привычка он сформулировал ее в правило 4 30 утра и это и про утро и про то что для того чтобы добиться целей нужно придерживаться определенного образа действий систематически это уже очень много об этом говорю про то вот почему спортсмены всегда в обычной жизни в бизнесе побеждают не спортсменов потому что они более дисциплинированные потому что у них выработана привычка системно действовать и идти к своей цели и этот этот в том числе про правило 4 30 установка как правило подходит для реализации долгосрочных планов когда у вас психологические и физические ресурсы истощаются и суть в том чтобы дать себе обещание и придерживаться его ну тут конечно большой привет от тревиса и хеллу элл роду с книгой магия утра и робину шарми с книгой клуб 5 часов утра первый кстати уже был у нас с обзором на канале ссылка в описании под видео как водится а второй вот-вот будет все они в общем то говорят об одном и том же но тревис решил что 5 утра для него это невыносимо поздно поэтому переставил будильник на 4 30 в этом может быть и заключается кстати в том числе позитивное программирование девятый факт из книги оценка любой ситуации плохой и хорошей происходит на уровне психики не существует как рецепт плохих хороших ситуаций и существует наше отношение к ним поэтому автор призывает заменять отрицательные установки положительными и так жить ну легко сказать тяжело сделать на останавливаться на этом на этом отдельно не будем пришел в миллион книг про положительные установки аффирмации и прочее позитивное программирование ну и конечно же самореализация люди под влиянием страхов и сомнений живут без удовольствия вот знаете если вы чего-то боитесь ли в чем-то сомневаетесь удовольствие вам неведомо чаще всего мы не занимаемся любимым делом потому что нужно зарабатывать деньги на какой-то работе которая нам не нравится но дело в том что два раза в месяц нужно платить по счетам и каждый день нам нужно что-то кушать и поэтому для того чтобы стать счастливым мы если пишет что нет ничего важнее самореализации она подразумевает как раз преодоление вот этого страха принятия себя и преступление границы переступление через границу и занятие тем что действительно вам дарит радость а там уже будет и мотивация там уже будет и социальное окружение там уже будет и формирование привычек в 430 и в общем то все то о чем мы только что очень быстро проговорили три задачи если слушаете подкаст не первый раз то наверняка знаете что задачи записываю в букнот букнот такой блокнот для осознанного чтения больше о нем можно узнать на сайте буква .info слэш блок слэш букнот ну это в общем то вам подойдет вообще любой блокнот в котором можно записать свои мысли главное чтобы вы могли записать мы в читай быстро топим за то что любая прочитанная идея должна быть обретена в форму и записана а потом из этой идеи должны сформироваться задача задача это то что вы пойдете закройте измеряемая по смарту в общем такая конечная понятная вам и тогда каждая книга будет приносить максимум пользы если букнота у вас нет делайте это в телефоне на обычном листики только не потеряете его и чтобы потом можно было к нему вернуться вот в букноте потерять записанное невозможно там есть еще советы по скорочтению все это вы прячете потом от лишних посторонних глаз в красивый фетровый чехол с двумя карандашиками так вот три задачи значит задача с пометкой я точно знаю что я ее провалю но попробовать нужно потому что таким был один из вернее два факта было таким из книги что нужно и пробовать и нужно вставать месяц 5 утра не 4.30 а в 5 хотя бы почему именно месяц станет чуть понятнее после обзора книги про клуб 5 утра от шармы второе перестать стесняться просить помощи еще никогда это не было таким простым быстрым и комфортным как сейчас это я вам точно заявляю я еще застал времена когда я просил помощи у людей до фейсбука linkedin и вконтакта там даже это было действительно сложновато сейчас вы в течение одного дня при условии должного усердия и настойчивости можете дотянуться практически до любого человека главное правильно сформулировать мысль и третье это связанный с прошлой задачей пункт заводить два-три новых профессиональных знакомств в неделю обмениваться контактами идеями и планами формируя вот то самое ту самую социальную поддержку такой был быстрый тревис с книга ультрамышления таким был прочитай быстро на этой неделе буква . инфо день только начинается он впереди полный свершений всяких побед поэтому незамедлительно подписывайтесь на канал проверяйте свою скорость чтения буква . инфо слэш рапит там вы сможете прочитать текст потом ответить на вопросы по этому тексту потом получить сертификат в котором будет указана ваша скорость и осознанность чтения а также получить советы и рекомендации потому как и улучшить ну и загляните обязательно к нам на блог буква . инфо слэш блог мы там про чтение про хорошие книги про софт скиллы про эмоциональный интеллект и тайм-менеджмент команда образования и вот все то что сейчас называется мейнстримом про букнот тоже там можно почитать ну и прямо сейчас в инстаграме буква . инфо кстати разыгрывается книга бруса тулгана быть начальником это нормально можете подарить ее какому-нибудь своему другу или подруге достаточно его просто тегнуть в посте в котором мы разыгрываем эту книгу написать за что вы ему хотите подарить и возможно уже через несколько дней книга улетит к нему а если вы слушаете этот подкаст больше чем две недели после его записи то наверное книга уже и разыгралась такой вот сегодняшний выпуск увидимся через неделю новые вы и новый я новая книга читайте книги слушайтесь маму хорошего вам дня пока